Сегодня мы с вами за 20 минут поговорим, каким образом в длинных продажах сохранить отношение с клиентом. Проблема мне знакома не понаслышке, потому что я сам являюсь главным продавцом своей компании, сам многократно разрабатывал программы продаж и продвижения для крупных клиентов, там где цикл продажи измеряется месяцами, а то иногда и годами. И большинство продавцов появляется в поле зрения клиента со стандартными вопросами. А когда у вас тендер пройдет, а когда вы рассмотрите наше коммерческое предложение, они деятлуют касание за касанием, работая по принципу продажа совершается после 70 касаний, может быть 70 касаний, но за эти касания не так успевают надоесть своему клиенту в длинные продажи, что когда дело доходит до покупки, клиент из принципа покупает где-нибудь в другом месте, только не у того, кто ему надоедал эти несколько месяцев подряд. Что можно сделать с клиентом за это время? Каким образом можно попасть к нему в поле зрения, коснуться так, чтобы не надоесть, не раздражать его своим присутствием? Презентация будет перечислена практически 70 касаний, будут различные кейсы показаны, но чтобы вам каждый раз не доставать телефон, сфотографируйте только этот слайд, отправьте мне на электронную почту, которая здесь указана, и я вам ответ эту презентацию отправлю, еще парочку статей, может быть еще какой-то сюрприз. Поехали дальше, если уже сфотографировали. А пока, когда будете слушать, пишите, но не отвлекайтесь на фотографирование. Поехали. Маленькое отступление. Скорее всего, многие из вещей, которые вы сейчас услышите, уже вам известны, и они у вас уже каким-то образом использовались, но почему-то не сработали. Может быть, не так хорошо сработали, как бы вы хотели. Мне подобные мероприятия напоминают алхимию, когда из одного куска угля получается другой кусок угля. Один и тот же углерод. Просто по-другому перестроены связи, другая кристаллическая решетка, и вместо черного маркового куска руды у вас в руках самый твердый, прозрачный, красивый, дорогостоящий материал, минерал, который есть в природе. Что произойдет, я не знаю. Но если вы будете в режиме фрирайтинга или в режиме непрерывного записывания своих мыслей, размышлений над тем, что у вас есть в голове, писать, писать без остановки, то, скорее всего, что-то перестроится. Не ждите от того, что я сейчас скажу какое-то озарение, или я сейчас скажу какой-то большой секрет, или какую-то волшебную таблетку выложу. Волшебная таблетка у вас в голове. Это те ваши знания, которые уже есть, добавленные, то, что вы сейчас услышите, каким-то образом перестроены, и они заработают по-другому. Поехали. Каким образом не потерять готовых клиентов? Каким образом не потерять готовые контакты, потому что менеджер вышел не вовремя? Часто длинная продажа обусловлена длинной продажей только потому, что клиент не готов сейчас покупать, не готов сейчас заплатить нам деньги, потому что, чуть позже, по-моему, об этом поговорим, потому что у него не совпало три важных фактора. Первый важный фактор – он должен осознать проблему, второй важный фактор – он должен захотеть эту проблему решить, и третий важный фактор – у него должны быть деньги на решение этой проблемы. И часто мы выходим на клиента в длинной продаже, когда у него чего-то не хватает, когда еще продавать бесполезно. И вот в это время, когда бесполезно продавать, наша работа должна заключаться в том, чтобы узнать как можно больше о клиенте. Потому что бесплатные методы касания, бесплатные методы разогрева, они не вписываются в рамки бюджета, они не покупаются, они не приобретаются. Они генерируются вами, но они генерируются вами тогда, когда вы что-то знаете о клиенте. Вам нужно превратиться в шпиона, вам нужно превратиться в одного из самых плохих пассажиров в самолете. Одно из исследований, которое говорило про самых плохих пассажиров, среди грузных людей, среди людей с маленькими плачущими детьми, среди людей, которые снимают обувь в самолете, пассажиры самолетов больше всего не любят тех, кто задает вопросы. Садится рядом и начинает с тобой разговаривать. Так вот, вам нужно превратиться в такого человека, человека, который что-то хочет узнать постоянно о клиенте. Что можно узнать о клиенте? Читайте книжку Харви Маккея «Как плавать среди акул и не быть съеденными заживо». Там есть анкеты из 66 пунктов. Не нравится анкета, написанная в прошлом веке американцам? Возьмите мою анкету, 77 пунктов, написано под российскую аудиторию, написано под наши реалии, под наши технологии. Не нужно знать все 77 пунктов, не нужно знать все 77 ответов. Узнайте хотя бы 2, 3, 4. Ну хоть что-то узнайте о клиенте, о чем можно с ним разговаривать потом. Когда у него родился ребенок, есть или нет ребенка. Каким видом спорта он занимался, где он отдыхал в отпуске в последний раз. Но не просто спросите, не просто узнаете. Выработайте в себе привычку записывать, сохранять эти данные. У вас есть телефонная книжка в смартфоне. В ней в каждом контакте есть возможность написать примечание. Поговорили с человеком, узнали что-то новое, запишите. Введите это в свою личную практику, в постоянную, чтобы и в личной жизни, в постоянной, и в работе с клиентами у вас шаблон узнал, запиши, сработал на автомате. Ну так вот, возвращаемся к воронке, когда у вас начинает это все работать. В воронке продаж, в которую мы хотим попасть, в воронку продаж мы попадаем очень редко. Но что вот такое совпало? Мы пришли в компанию, у компании есть бюджет, у бюджета есть распорядители, у распорядителя есть команда от начальства, закупить срочно, есть уже тендерная документация написанная, все, только бери, заказывай, выбирай поставщика. Редко такое бывает, что вот мы вот взяли и попали. Мы чаще всего попадаем в ситуацию, в которой клиент не готов покупать. Мы ему пытаемся что-то... А он не ест. Потому что не готов. Потому что он находится в другой воронке. Потому что он находится в воронке лидогенерации, в той самой воронке разогрева лидов. Вам его нужно еще сначала разогреть. Вам нужно появляться в его поле зрения регулярно. Но появляться в поле зрения, как мы уже сказали, не с предложением купить. У вас еще есть база данных, в которой есть клиенты, которые у вас уже что-то купили. Когда они купят в следующий раз, неизвестно. Но это тоже потенциальные клиенты, с которыми нужно поддерживать отношения. Которым снова нужно появляться в поле зрения, которым нужно делать комплименты, которым нужно не надоедать, которых нужно развлекать каким-то образом. Потому что, к сожалению, мы все время говорим про разогрев лидов, имея в виду новые контакты. Вот мы кого-то нового нашли, и мы начинаем его греть. Но почему-то забываем, что существующего клиента, который уже принес к нам деньги в кассу, тоже надо погреть время от времени. Он потенциальный клиент на следующую покупку. Менеджер или компания, которая забывает про своего клиента после покупки, перестает с ним контактировать и ждет, когда он сам к ней выйдет на связь, потому что он же уже купил, он же уже про нас знает, ему же просто у нас еще раз купить. Уподобляется плохому мужу, потому что отношение между покупателями и продавцом как отношение между женщиной и мужчиной. Вот начинает мужчина ухаживать за девушкой, делает знаки внимания, ожидает, когда она ответит ему взаимностью, и точно так же продавец бегает за своим покупателем, выпячивает свои достоинства, прячет свои недостатки, а когда произошла продажа-свадьба, забывает, что нужно делать комплименты. Ну все, куда ты денешься, ты же уже моя. Но только если мужчина не делает комплименты своей женщине, ей делает комплименты кто-нибудь другой. Или женщина ищет комплиментов от кого-нибудь другого. Покупатель ищет комплиментов от какого-то другого поставщика. Поэтому не нужно забывать, что в этих воронках клиент, вот на все ваши предложения что-то купить, смотрит на вас вот таким вот взглядом. Не надо мне еще пока, не трогай меня. А трогать надо. Берите на вооружение вторую книжку, называется «Как включать обаяние по методике спецслужб». Написано агентом ЦРУ, который занимался тем, что он вербовал и перевербовывал агентов. Представляете, ему нужно было подружиться с человеком, который изначально к нему враждебен. Как делали, вывели свою формулу дружбы. Чем чаще вы появляетесь в поле зрения человека, чем более продолжительны эти контакты, чем более они эмоциональны, и чем более они глубоки, тем быстрее человек начинает читать вас сначала безопасным, потом любопытным, потом интересным, а потом и дружественным. Так вот, все касания или все методы разогрева, про которые мы говорим, они вот из этого разряда. Вам нужно как можно чаще появляться в поле зрения своего клиента. И еще один момент, по которому вы должны оценивать подход к своему клиенту или ту самую бесплатность, что ли. Нужно перейти вот от этой парадигмы, которая нам уже всем оскомину набила, выбирайте любые два из трех. Нас интернет избаловал. Интернет говорит нам, что любую вещь можно найти не просто дешево, ее можно найти бесплатно, не просто качественно, а идеально, не просто быстро, а немедленно. И мы знаем, что мы хотим идеально, немедленно и бесплатно. Какие любые два? Дайте мне бесплатно. Шутняки в интернете вот так вот дорисовали. Что получается, когда берешь бесплатно, быстро и качественно? Нет, серьезно, я встречал эту картинку как инструкция по тому, как разговаривать со своим клиентом. Отправьте своему клиенту и объясните, что он должен ждать. Но вот именно с этой вот зоны, там, где убей себя, и начинается разогревающий маркетинг, и начинается доверительный маркетинг. Потому что когда вы сделали что-то быстро, качественно и бесплатно, у вас открывается мостик в следующей зоне. Быстро, качественно и дорого. Но когда предлагаешь сделать что-то бесплатно, когда я предлагаю кому-то что-то делать бесплатно, человеку в ответ хочется меня послать куда-нибудь за горизонт стратегического планирования. Потому что ресурсы у компании не резиновые, надо где-то что-то брать. Где взять? У компании есть ресурсы, есть отходы производства, есть побочные продукты, с которыми компания живет и считает мусором, хотя клиент за это готов деньги заплатить. Я прихожу на рынок, передо мной продавец, который продает мне соленья всякие, маринады, а у него на прилавке стоит трехлитровая банка с рассолом. На ней надпись «Напиток завтрашнего дня». Стоит стаканчик. Народ страждущий подходит, наливает, пьет, говорит спасибо. А я вас спрашиваю, ну слушай, надо было тебе заморачиваться, банку ставить, листочек рисовать, кружку ставить, привязывать ее, чтобы не упало. Ты не понимаешь, сказал мне этот продавец. Если они у меня это сегодня не выпьют, мне вечером два ведра этого рассола тащить в канализацию выливать. Для него это мусор в канализацию, а для других амброзия. У вас в бизнесе то же самое есть. Вот шутки шутками, но список ИНН, являющийся побочным продуктом вашей бухгалтерии, который лежит мертвым грузом, может быть использован вами как источник данных о том, когда этот ИНН получен. Вы можете легко в налоговой это узнать и узнать точную дату выдачи ИНН и точную дату организации компании и поздравить компанию или менеджера в компании с днем рождения фирмы, когда он даже сам не подозревает. Да мы на корпоратив летом ездили, какой в октябре? Какой день фирмы? Плохо ты знаешь свою компанию? А я хорошо. Ну ладно, это к вопросу о поздравлениях, о них мы тоже поговорим. Те, кто напишет письмо, получат ссылку на статью отходы производства. Там перечислено гораздо больше, чего может быть у вас. Ладно, давайте дальше. Когда вы начинаете, подбираете свои инструменты вот такие вот осторожные, полезные, нужные, развлекательные, вот так вот аккуратно поглаживаете кошку, и она уже не вот так и в морду на вас смотрит, как несколько слайдов назад, а вот так вот мурлыкает к вам. И клиент начинает мурлыкать потихоньку. Что есть? В моей системе есть семь групп касаний. Первая группа – это экспертные касания. В общем-то, вы разбираетесь в своем рынке прекрасно. Вы знаете о том, как делается продукт, откуда он берется, как им правильно пользоваться, как не надо пользоваться, что делают конкуренты, что не делают конкуренты, какие удачные кейсы есть, неудачные кейсы есть. Вы историями можете засыпать. Ну не правда ли? Вы же этим занимаетесь уже не первый год. Ну так расскажите об этом людям. И вот предыдущий, Максим, предыдущий спикер, Максим, который рассказывал про email-маркетинг, ну вот это вот вам один из источников интересного контента. Сядьте и напишите о том, как работает ваш продукт. Вот эти вот пять пунктов – это только начало. Еще и еще. О чем можно писать, о чем можно рассказывать. Ага, пара кейсов пока. Кейсов повытирал, потому что времени мало. Ну, например, что может быть? Может быть рассылка письмо от директора. Может быть, вы видели зубную пасту сплат, в которой просто вложено письмо от директора, который рассуждает об образовании, о воспитании, о детях, о путешествиях. Шахид Жанян рассылает свои письма постоянно, в программе набираем. Ну, сядьте вы на совещание, ну и объясняйте вы что-то своим сотрудникам. Ну, положите вы перед собой диктофон. Ну, считайте статью, надиктовали. А дайте потом секретарю, расшифруйте, у вас будет готовый кейс. Рассказ о том, как правильно планировать сроки, как правильно принимать задачу, как правильно разговаривать с клиентом. Прекрасные темы, которые вы говорите каждый день. Ну, есть у вас на сайте избранные дружелюбные вопросы, часто задаваемые вопросы. Ну, не все ведь доходят до этой страницы. Ну, пожалуйста, возьмите себе в рассылку, поставьте. Ну, изменилось что-то в компании. Ну, взяли вы, внедрили в какой-то инструмент. Ну, расскажите об этом. Как это повлияло на работу с клиентом? Ну, расскажите историю какую-то смешную. Масса есть вариантов, о чем рассказывать в экспертных касаниях, в экспертной рассылке. Бизнес-касание. Что это такое? Это группа касаний, которая помогает клиенту сделать его работу. То есть вы не просто ему что-то продаете, а вы помогаете ему решить его рабочую задачу, не связанную с вашим продуктом. Подумайте, вы ведь это иногда делаете, а иногда нет. Вы можете делать это регулярно. Например, вы можете помочь обосновать своему клиенту целесообразность покупки именно у вас. Но когда вы обосновываете своему закупщику целесообразность покупки у вас, это одно. Но вы же понимаете, что ему нужно будет встать и пойти обосновать целесообразность заказа у вас, своей работы, что изменится своему начальству. Ну, сделайте презентацию за него. Помогите ему. Сделайте расчет. Некоторые компании, я знаю, готовят тендерную документацию за своих клиентов для того, чтобы потом победить в этом тендере. А клиент, ну что ж, он не занимается этим. Не призываю вас к этому, но есть разные варианты. Вы можете сделать какой-то обзор рынка для своих клиентов. Вот, пожалуйста, он должен обосновать своему клиенту, своему руководителю, что он сделал правильный выбор. Но после того, когда он позвонил вам, он будет звонить в другие компании и запрашивать эти самые условия. Окей, сделайте это за клиента. Скажите, да, у нас работа стоит столько, если вы будете спрашивать еще у кого-то, вот у нас есть готовые коммерческие предложения от других компаний. Пожалуйста, не тратьте время. Конечно, вы позвоните, вы узнаете, но зачем тратить время? Следующая группа касаний – это развлекательные касания. Клиенту не только хочется работать, иногда хочется и отдохнуть. В развлекательных касаниях есть две подгруппы. Одна – это группа развлечений, и одна группа – это… Так, стоп. У меня, похоже, чуть слайды вперед идут. Так, есть одна группа… Все-таки сюда. Развлечения и есть группа поздравлений. Вот развлечения. Пожалуйста, отправьте человеку какую-то подборку книг. Вот чем вы занимаетесь. Транспортная компания. Окей, спросите у себя в офисе, кто видел интересные фильмы про транспортников, про дорожные ситуации. Сделали подборку фильмов про транспортников. Фильмы про строителей, фильмы по продажников, фильмы про юристов. Пожалуйста, книги, статьи, ресурсы. Все что угодно. Соберите, отправьте своему клиенту. Ну вот вам, пожалуйста, еще одно касание, которое его развлекло. Все мы знаем, мы все строители. Приятно видеть себя в кино. Мы тут собрали интересную подборочку. Развлекайтесь. Вот ссылки. Или книги. Мы с вами разговаривали вот об этом. Ну ладно, книги – это не отсюда. Следующая подгруппа развлекательных касаний – это поздравления. Только умоляю вас, не поздравляйте. Не нужно расценивать это касание как поздравления с 23 февраля, 8 марта и Новым годом. Потому что ваши поздравления утонут в куче однотипных похожих поздравлений. И как говорит одна моя знакомая, день рождения худший день в Фейсбуке. Потому что ты получаешь сотню однотипных поздравлений, на которые еще нужно как-то ответить. Но что вы делаете, если вы получаете однотипные поздравления? Да выбрасываете. Они неинтересные. Но если вы научились задавать вопросы, если вы знаете о клиенте чуть больше, чем ваши конкуренты, тогда вы уже можете поздравить его с днем рождения его детей. Одно из поздравлений, которое у нас выстрелило, это когда мы поздравились над женцами с днем танковых войск. Еще. Приезжай. Поговорим. Вы понимаете, люди любят, когда вы знаете о них чуть больше. Один из разогретых лидов нами, это попытка работы с нефтяной компанией, и мы никак не могли через секретаря пройти, пока не узнали, что девушка окончила исторический факультет, работает она секретарем, работала она до этого в строительной компании, а сейчас она работает в нефтяной компании. День историка поздравили, день секретаря поздравили, день строителя поздравили, день нефтяника, на что мы уже получили. Ну, ребят, привезите уже подарок какой-нибудь. Хорошо, мы приедем. Когда? Поэтому, думайте, это вот, кстати, это наша форма из Bittrex 24, где мы просто дописали, составили те праздники тех клиентов, которые нам интересны из тех отраслей, и заводя новую карточку в Bittrex 24, мы просто ставим галочку, с каким праздником этого товарища поздравлять. И там даже вот есть Татьяна день, то есть Татьяна, Татьяна, Татьяна день, поздравляем. Вот, а потом уже Bittrex сам формирует нам список рассылки при приближении нужного праздника. Подарочные касания. Четвертая группа, плавно вытекающая из поздравительных. И вроде бы кажется, что подарочные касания — это трата денег, но на самом деле нет. Вот мы часто как вот эти котята на ведре. Я лопну, я все съем, но никому не отдам. У нас есть мало того, что всякие отходы производства и побочные продукты, которыми можно пользоваться и дарить, так у нас есть еще чужие подарки, которыми бы мы могли воспользоваться. Но опять я возвращаюсь. Если вы знаете о клиенте больше, чем кто-то либо другой, если вы внимательно слушаете то, что он рассказывает, тогда иногда и подарок может быть вообще копеечным. Один из наших контрактов заключенным с банком был после того, когда мы, я, подарил руководителю маркетинга этого отдела подарок ценой 30 рублей. Что это было? Это был брелок «Дары смерти» из «Гарри Поттера». Почему я его подарил? Потому что на одной из встреч, когда мы разговаривали и вдруг каким-то образом затронули тему делового английского, она сказала, что я прочитала всего «Гарри Поттера» в оригинале. Факт? Факт. Когда случайно наткнулся на этот подарочек перед Новым годом, купил, принес, человек был в восторге. Следующий звонок был, приходи, обсудим бюджет на следующий год. 30 рублей. И внимание. Электронная библиотека, книги. Кстати, про книги. Книга — лучший подарок. Не зря говорят. Одно из моих знакомых издательств своим менеджерам помогло. Вместо того, чтобы им звонить и говорить, ну что, когда у нас там в следующий раз рекламу разместите, они стали звонить со словами. Светлана Петровна, мы с вами последний раз разговаривали о мотивации персонала. Мы тут классную книжку прочитали. Я думаю, что вам ее нужно обязательно тоже прочитать. Экземпляр ждет в офисе. Приезжайте. Все. Светлана Петровна приезжала за книжкой. Она приезжала не с заключением договора за книжкой, но параллельно разговаривали и про размещение рекламы. Они мне показывали свою кладовочку. Вот такая стопочка книг стоит. По шкафу по одной. Для клиентов. В общем, дарите иногда подарок, он гораздо дешевле, чем та выгода, которую вы получите. Что дальше? Ну вот про подарки партнеров, подарки после отпуска. О, кстати, интересный подарок после отпуска. Вы же знаете, когда ваши клиенты уходят в отпуск. Ну часто ведь натыкаетесь, да? Ну я в отпуск ухожу, этот месяц со мной. Связываться не пытайся. Ладно, я с тобой свяжусь после отпуска. У меня лежат около стола фотоальбомы. Лежат фотоальбомы, знаете, на передней обложечке, окошечко, чтобы вставить что-нибудь. В отпуск? В отпуск. Куда? В Хорватию. Понятно. Дизайнеру. Алло, сделай мне, пожалуйста, квадратик с какой-нибудь хорватской темой. Сделай мне, пожалуйста, квадратик итальянские каникулы. Сделай мне, пожалуйста, квадратик с что-нибудь с Москвой. Все, вставили. На следующую встречу я прихожу с альбомом и говорю, ну я понимаю, что 1500 фотографий после вашего отпуска. Выберите сотню, сложите сюда, полистаете, удовольствие получите в следующий раз. Вы сделаете то, чего не сделал никто другой. Копеечные подарки. Один раз мы, компания, случайно совершенно наткнулись на подарок шоколадку. Нам нужно было протестировать, как работают системы заказов в транспортных компаниях. В разных транспортных компаниях. Что-то нужно было куда-то отправить. Чего куда отправить? Ну давайте отправим шоколадку клиенту нашему в другой город. Два контакта. Алло, на какой адрес вам отправить? Алло, получили, не получили? Три человека затем перезвонили с вопросами, за что? За что? И один контракт. Неплохая цена для 10 шоколадок. Ну, в общем, люди любят, когда вы вызываете в них эмоции. И это совершенно не обязательно должен быть дорогой алкоголь, уж точно не календарь и не ежедневник. Поехали дальше. Вип-касания. Еще один подарок, который вы можете сделать совершенно бесплатно. Как говорил классик, ничто не ценится так дорого и не дается так дешево, как элементарная человеческая вежливость. Ну, добавим отсюда внимание и любопытство. Люди ценят, когда вы интересуетесь ими. Люди ценят, когда вы спрашиваете их мнение. Люди ценят и любят, когда вы их уважаете. Ну так продемонстрируйте это. Не льстите. Спросите людей о том, как они пользуются вашим продуктом. Опишите кейс со своим клиентом. Пригласите его к соавторству. Пожалуйста, среди ваших компаний HR попросите от них подборку советов. Соберите эту подборку советов для того, чтобы сделать рассылку. Скажите, мы делаем рассылку, собираем самые лучшие советы. Дайте что-нибудь. Написали свою статью? Попросите отзыва. Не пишите свою статью? Прочитали какую-то резонансную? Позвоните клиенту, спросите его мнение об этой статье. Это несложно. Это минутное дело. Но люди это ценят. Но и опять же, вы просто еще раз появились в его поле зрения, как тот самый агент ЦРУ. Следующая группа. Касаний. Вау, касания, когда вы удивляете своего клиента. Когда вы делаете что-то такое, чего не делает никто другой. Когда вы вывернулись вот так, как этот кот под краном. И все смеются. Вот же как хочет. Одно из вау-касаний, которое мне нравится, это протокол по итогам встречи. Вообще-то это продиктовано работой с большими и крупными компаниями, когда после любого совещания ты должен отправить какой-то протокол по итогам встречи. Но в малом бизнесе кто из нас этого делает? Кто из нас это делает? Ну здесь должен быть не просто протокол, не формальный подход. Вы должны стать классным суперисполнителем, который вместо того, чтобы после постановки задачи от клиента говорить, есть, пошел исполнять, еще говорит, позвольте, повторю, как понял. Правильно ли я вас понял, что нужно сделать вот это, вот это и вот это, у вас стоят вот такие-то задачи, у вас стоят такие-то цели, у вас такие-то ограничения. Если я все правильно понял, подтвердите, пожалуйста. Но не отправляйте коммерческое предложение сразу же после встречи, потому что, как мы обычно делаем, встреча прошла, пришли и написали коммерческое предложение. А вдруг вы не правы? Спросите. Это очень хорошо работает и клиенты очень удивляются после того, когда получают подобные протоколы до того, как они получили коммерческое предложение. Уж точно вы будете одним из немногих всех остальных ваших конкурентов, которые сразу же прислали предложение что-то купить. Ну и последняя группа, которая у нас есть, которая по закону вам положена, по закону, сервисные касания, о которых мы забываем. Та самая юбка до продаж, когда мы начинаем разогревать существующих клиентов. У вас есть куча законных поводов выходить на связь с клиентом, напоминать ему о себе то, что он будет воспринимать нормально, но то, что мы обычно не делаем, потому что мы занимаемся же новыми продажами. Старый-то клиент, куда он денется? Ну вот. Простые касания. Поблагодарить за покупку. Если у вас не много сделок, если у вас не много поступлений, ну отдавайте вы своему руководителю каждый день список тех, кто в этот день вам деньги оплатил. Ну пусть он позвонит и скажет большое спасибо за то, что вы выбрали нашу компанию. Если будет что-то не так, звоните, возьму наличный контроль. Ну если у вас большое количество транзакций, сделайте рассылку. Если у вас очень большое количество контактов, сделайте смс-рассылку. Что трудного? Кто из нас слышал спасибо за потраченные деньги? А когда слышали, мы были очень признательны. Назначение даты повторного проекта. Сейчас я пролистал, вот я покажу вариант. Ну вот опять проматываем, проматываем. Вот, например, еще один битриксовский пример, то, что мы дописали. Когда менеджер завершает сделку, нажимая кнопочку «закрыть сделку», ему выпадает вот такое вот окошечко. Когда понадобится в следующий раз и когда узнать оценку? То есть я примерно купил, я понимаю, что клиент возникнет потребность еще через года полтора, окей, ставлю полтора года. Когда узнать оценку? Я понимаю, что примерно через три месяца у него уже сформируется оценка, я ставлю через три месяца. Через три месяца и полтора года мне выпадает форма письма, уже готовая, предустановленная. Три месяца назад вы у нас заказали такой-то продукт, мы сделали такую-то работу, пришло время узнать, как вы ее оцениваете, какие плюсы, какие минусы, что добавить, что убрать, расскажите, пожалуйста. А через полтора года, полтора года назад вы у нас заказывали такой-то продукт, по нашим предположениям, пора сделать новый заказ. Мы не ошиблись? В чем соль этого? В том, что вы получаете автоматики вещи, которых вы забудете точно. Сто процентов вы об этом забудете. Сто процентов об этом забудет менеджер. Машина не забудет. Поэтому посмотрите, какие сервисные касания вы можете делать с вашим клиентом в течение всего срока и зашейте их в CRM. Домашнее задание, раз уж мы сегодня здесь поучились. Книга «Маркетинг по любви». Сегодня я при всем бы своем желании не мог рассказать о всех 70 способах касаний, которые, как они работают, почему они работают и что нужно делать. Поэтому берите книгу, выбирайте из 70 касаний всего 12. Всего 12. И, кстати, среди тех, кто купит книгу и оставит отзыв на Озоне, я разыграю одну бесплатную консультацию. Вам не нужно все 70 касаний. Вам нужно всего 12. Вам не нужно загрузить клиента своими появлениями в его поле зрения. Появитесь хотя бы раз в месяц, появитесь два раза в месяц. Этого будет достаточно. Не надоедайте. Будьте полезным своему клиенту, тогда он отплатит вам взаимностью. Да, это может, конечно же, не сработать. Этот слайд мы быстренько промотаем, потому что время выходит. Если вы не будете делать ничего, 100% не сработает. Если вы сделаете хоть что-то, у вас будет хоть какая-то вероятность того, что что-то получится. Может быть 5, может быть 10, но это запустит эволюционный процесс. Ваши отношения с клиентом будут постоянно улучшаться. И будет вам счастье. Я закончил. Спасибо. А пока в приложении только один вопрос. Когда отправите презентацию? Я презентацию отправлю завтра всем тем, кто напишет письмо. Хотя нет, давайте не завтра. Я отправлю презентацию. Я подожду, когда придут все письма до конца недели. И в конце недели я отправлю письма всем, кто ответил. Супер. С этой конференции. У нас есть еще немного времени. Кто-нибудь еще хочет задать вопрос? Может быть появился сейчас. Андрей, собака, пометун, точка, ру. Как слышится, так и пишется. На конце игрок. Андрей. Раз вопросов нет, спасибо. Супер. Вам спасибо. 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 Спасибо.